МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Именно участие в данном форуме позволило нам установить новые контакты с передовыми высшими учебными заведениями Малайзии, Индонезии, Великобритании. Особенно нас заинтересовали стенды именно университетов Казахстана. Ихняя литература, учебные пособия, которые подготовлены на английском языке для студентов нефилологического направления были очень полезны для нас. Мы даже заключили соглашение. Здесь были руководители больших проектов. Это Квоз Worldwide участие, руководители проекта САН, участие проекта G-Global. Ну, все организации, которые имеют высокий рейтинг по продвижению и развитию общества, то есть развитию интеллекта нашей молодежи. И я считаю, что вот эта организация данного форума в Алма-Ате, это нам еще дало возможность поближе познакомиться с представителями казахстанского мира науки и поближе познакомиться со способностями талантливой молодежи, студенческой молодежи, которые удивили нас вчерашними выступлениями. Это было просто прекрасно видеть, что у нас идет такая молодежь, она очень креативная, она очень продвинутая. От них можем много хорошего ожидать. Только нам, старшему поколению, нужно чуточку их поддержать в плане укрепления межинституциональных связей, не ограничивать их только ихними ценностями. Мы должны уметь распространять по Центральной Азии и по миру тоже. Я впервые в Алма-Ате. Мы в первый же день поехали на Медео. Ну, как это побывать в Алма-Ате и не посетить, не посмотреть Медео? Как не посмотреть КОК-ТВ? Как можно уехать отсюда, не побывав в Шимбулаке? Это, по-моему, прекрасные места, которые помогают человеку быть довольным от жизни, быть богатым духовно. Это просто необходимость каждой личности. Мы должны жить на благо нашей молодежи и сеять в них только добро. Добро, которое мы здесь почувствовали, прекрасная аура, это очень приятно. Знать, чувствовать, что вокруг нас хорошие люди по всему миру. И они все здесь собраны в одном месте. Просто рада, потому что я была участником данного форума.